Вообще, каким образом формируется наша реальность? Почему со мной случилось то, что случилось? Мы уже с вами, местами кто-то, а кто-то глубоко, слышит и понимает, что если мы имеем возможность, мы находимся с вами в пространстве энергии, с помощью своего сознания, своих мыслей, формировать то, что с нами происходит, и по сути мы уже это делаем, вот эту всю странную жизнь, которая с нами происходит, это мы её притянули, мы её создали вот здесь, а как можно нормально сделать? Вот это знаете, это как вот есть тесто, да, или есть продукты, вот кто-то делает из них кулинарный шедевр, а кто-то из них делает стрипню, продукты одни и те же. Это вопрос, а как? Как это делается? Мы делаем стрипню, потому что мы никогда не задавались, а как это делать по-нормальному, как вы это делаете? И то, каким образом мы можем управлять, и как точнее мы уже управляем с помощью своих мыслей, своим пространством, вот этому я и учу, это я и объясняю, потому что, когда вы один раз начинаете понимать, каким образом то, что вы думаете и чувствуете, влияет на вашу жизнь, вы в какой-то момент начинаете делать осознанный выбор. У меня для этого есть множество упражнений, практик, ну, например, смотрите, когда, например, вот такое чувство, как зависть, да, очень такое распространённое явление, зависть, иногда начинаешь завидовать, я сам того не понимаю. Давайте рассмотрим зависть с точки зрения энергии, не зависть, ситуацию. Мы завидуем чему-то, например, нашей подруге подарили автомобиль. Вроде подругу любим, и всё, ну, блин, ей подарили автомобиль. Она встречается не так давно с парнем, он ей подарил автомобиль, а твой не может тебя на море, в Одессу свозить. Обидно, да, согласитесь, обидно. И вот вы вроде бы радуетесь за подругу, но ничего не можете поделать, у вас злость. И вы злитесь, и у вас ещё туфель сломался. Вы ещё больше разозлились, на платье кофе вылили. А у подруги пруха, ей подарили ещё потом бизнес новый, муж купил ей новое платье, а любовник подарил ей новые велосипедки. И вы нифига не можете понять, ничего за история, почему ей так везёт, а мне так не везёт. Вы злитесь на неё ещё больше. Вы видите её платье, её велосипедки, и, короче, у вас ещё пришли, а соседи протёк потолок, у соседей потоп. Злитесь ещё больше. Почему у неё полоса везения у вас? А я вам объясню. Потому что вы не знаете очень простого правила, что когда мы с вами что-то чувствуем, а чувствуем мы путём мыслей, да, мы что-то подумали и что-то почувствовали, когда мы с вами что-то чувствуем, мы излучаем эту энергию. И вот когда мы смотрим на подругу и злимся, завидуем нам плохо от этого, наша энергия идёт со знаком минус. И мы все ситуации и обстоятельства, которые гуляют по улицам разные, там гуляют, аварии гуляют, болезни гуляют, там сломанные каблуки, они видят, что мы со знаком минус, и они все к нам бегут. А подруга-то радуется, у неё машину подарили. И все, кто там, платье, деньги, успех, все говорят, о, это наше, это наше, она радуется, и они все к ней со знаком плюсик. Мы злимся ещё больше, к нам ещё больше минусиков, как тараканы сбегаются на нас, как ночью, я помню, я жила в квартире, когда свет выключаешь, они все бегут. Открываешь и видишь, включаешь свет, и видишь кучу тараканов. Так вот, такая же движуха. У нашего сознания есть такая интересная опция. Оно не знает, чему именно мы радуемся или огорчаемся. Ему всё равно, вы радуетесь тому, что вам подарили машину, или вашей подруге, и подарили машину. Ему вообще всё равно. Оно говорит, а, радость, плюс, все плюсики к нам бегут. Говорит, а, минус, минус, тогда к нам бегут все минусики. О чём это говорит? А это говорит о том, что если вы вместо того, чтобы завидовать подруге, начнёте за неё радоваться, вы начнёте притягивать в свою жизнь успех. Вы говорите часто, мне в жизни нечем радоваться. Вам в жизни нечем может быть радоваться. Но, окей, порадуйтесь тому, что вы проснулись, порадуйтесь тому, что у вас правая рука работает. Прикиньте, если бы у вас правая рука была в гипсе. А если бы вам ампутировали правую руку, вы бы как? Что бы вы готовы были отдать, чтобы она у вас появилась? Не причина для радости, что у вас есть правая рука. И левая. Две руки одновременно у вас есть. У вас есть два глаза. Наденьте чёрную повязку и походите хотя бы полчаса по квартире, как слепой. Потом снимите её и порадуйтесь, что у вас есть глаза. Радоваться можно всему. Вы должны понимать очень простую штуку, что подключаясь в нашем пространстве энергетическом, всё есть энергия, просто всё есть энергия. И вы можете намеренно с помощью сознания подключаться. Когда вы проходите и видите дорогую машину, которую вы хотите иметь, вы подключаетесь и радуетесь, что её же уже имеют. Эта машина есть. Уже кто-то ездит на таких машинах. Значит, и я могу. Как круто. Какой замечательный человек ездит на этом автомобиле. Я тоже такой замечательный человек. Я тоже буду ездить на такой машине. Вы заходите в магазин с дорогой одеждой. И вместо того, чтобы злиться, вы начинаете примерять эту одежду. Неважно, с дорогой, с такой, какой вы хотите. И говорите, как здорово, что есть эта одежда. Как много людей стоит и покупает эту одежду. И я буду покупать эту одежду. Это же замечательно. Вот девушка вышла с целым пакетом. Я тоже буду это делать. И вы заметите очень интересную штуку. Что когда вы начнёте свой мозг контролировать, на вот этих высоких вибрациях в вашу жизнь начнут приходить маленькие чудеса, а после маленьких и большие. Так вот, это одна из практик, одно из упражнений и одно из объяснений того, почему, например, нам вредно испытывать любые негативные состояния. И в этом случае, когда вам сильно захочется позавидовать подруге, раньше вы этого не знали, а теперь знаете, вы подумаете, так, если я сейчас начну ей завидовать, ко мне придут минусики, я притяну в свою жизнь все ситуации плохие, зачем мне это невыгодно. Я лучше искренне за неё порадуюсь. Как здорово, если у неё есть, у меня тоже может быть. И вот у вас уже появляется абсолютно новая искренняя эмоция. Радостная, классная. Ваша подруга удивлена, вы радуетесь за неё искренне. Вы себя чувствуете совершенно иначе. И вы видите, как ваша жизнь начинает потихонечку нереться. Конечно же, нам необходимо будет вычистить все ваши программы, ну, какую-то их часть, которые у вас живут, ограничивающие ваши программы, где вы считаете, что вы чего-то там недостойны. Вот сейчас у меня будет марафон «Закон и денег», мы как раз там занимаемся в течение 10 дней нашими программами в контексте денег. Потому что многие, кто приходят, говорят, да нет, у меня с деньгами не так, всё нормально. А когда мы начинаем прорабатывать наши убеждения, когда мы начинаем прорабатывать наши мысли по поводу денег, наши ситуации, мы видим, что на самом деле мы эти деньги так затюкали. Я всегда предлагаю представлять деньги в роли партнёра, вроде, ну, мужчины или женщины, в зависимости от вашего пола. И когда вы начинаете понимать, как именно вы унижали эти деньги, как именно вы всё время прятали, приземляли, стыдились их и наговаривали на них плохие вещи, вам становится очень понятно, почему эти деньги не хотят с вами дружить. Поэтому, если у вас есть вопросы с деньгами, обязательно приходите на законы денег. 17 числа он стартует. Офигенный марафон с огромным количеством чуть листов, проработок. Он очень легко проходится, потому что я все самые сложные задачи сделала за вас. Вам необходимо будет ставить свои крестики, нолики и прочие штуки. Но он очень круто, очень круто прорабатывает. Это стоит совсем недорого. Я специально сделала его таким массовым, литгенным для того, чтобы вы могли увидеть, как это все круто работает. Поэтому вот эти вещи, они и позволяют, когда мы из состояния не знающего человека, как с нами все происходит, превращаемся в знающего человека. Когда вы плывете по течению и просто реагируете на то, что происходит с вами в жизни, плохо, хорошо, не знаю, устала, почему так еще, вот вы оказываетесь в этой жопной яме, понимаете, и не понимаете, как это разрулить, и считаете, что что-то надо сделать, попросить Бога, гадалку. Нет. Нет. Нужно начать с себя. Я не буду говорить, что я могу быть вашим Богом или гадалкой. Я могу вам просто рассказать и научить, каким образом устроено все в нашем мире и каким образом вы можете управлять этой реальностью. Конечно, это не супер просто, но автомобилем тоже не супер, просто управлять. Но тем не менее, несколько месяцев практики и вы увидите, что ваша реальность становится куда более управляемой, нежели чем она была раньше. Вот так это устроено.